Девушки отдыхают Ерунда Выходил из машины, неудачно упал Да вот чем ерундой заниматься, преступление 19 века раскрывать Займись лучше насущным Стой, помогите, сумку украли Ах ты, сумка Принимался вынь что-нибудь? Нет Кололся? Нет Естественно, естественно И пусть по пупилону пробьют Может еще что поднимем Что за пожар? Да я ему походу раскрытие полбой нарул Пальчики пошли Значит так Дело закрыто Убийца пойман Все как ты просил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А ты что предлагаешь? Пошантажируем немного депутата Прижмем его этой записью Он раскается и во всем признается Да Это не наши методы Короче, ладно Что мы поняли из этой записи? Что Полина Николаева работала на француза Была постоянно любовницей к Губанову А потом захотела соскочить Да И этот мерзкий сутенер француз Немного ее повоспитывала Она не подчинилась Ее убили все Прекрасно Тогда она выпадает из серии Да, действительно Слушай, а что твой ухваленый метод профилирования? А кто говорил? Вот тут, на этом самом месте Что такие дела раскрываются очень просто Что во всем цивилизованном мире Ты просто выпендривался Для создания профилем Нужны элементарные вещи Например? Например, экспертиза трупа, которой нет Ладно Ищи свои элементарные вещи Я пока раскрою эти убийства Флаг в руки, электричка навстречу дай Спасибо А почему ты не спрашиваешь меня, каким образом? А мне неинтересно Да А я тебе расскажу Познакомлю с господином Бугубановым Ботрусь к нему в доверие Тем более подружки у него больше нет места пустует А что ты так смотришь? По твоим данным Я ведь сплю с главным ради карьеры Одним больше, одним меньше Мы журналисты Люди беспринципные Секундочку А какое тебе дело, как я буду добывать информацию? Какое тебе вообще дело до меня? Ух ты Только не надо мне говорить, что я красивая А ты некрасивая Смешная Что случилось? Безмены Безмены Спасибо, Фрэнкенштейн. Что это? Весьмое из морга. И что там хорошего в морге? А что там может быть хорошего? Эксперт присылал отчет о вскрытии трупов. Так давай скорее составлять профиль потрошителя. Нет, для профиля мало. Сейчас на основании того, куда убийцы наносят удары, мы можем сделать предположение о наличии у него психических отклонений. Разве бывают убийцы без отклонений? Мне казалось, они все психи. Психиатры шутят, не смешно, правда. Никто не знает, что такое норма. Может быть, они нормальные, а мы психи. Мы с тобой точно. Половые психопаты, в отличие от других преступников, имеют свойство к повторению одних и тех же действий. У них один алгоритм, а тот убивает с целью ограбления другой. А при чем тут повреждение? Если у жертвы повреждена грудь или ягодица, то, скорее всего, у убийцы есть семья и дети. Холостяки такие удары не наносят. Да ты что, правда? Да. Один из ключевых признаков, влияющих на поведение сексуального маньяка, это его семейное положение. А вот почему мужчины не хотят жениться, а я-то думала. Откуда это известно? Из судебной практики. Если собрать воедино все дела, связанные с сексуальными маньяками, то на основании этого можно понять, что... А кто это собирает? Я. Я имею в виду, есть какие-то архивы, справочники? Есть. Это ты все собрал сам? Вау! И что у тебя получается с потрошителем? Не знаю. Я только начал. Сейчас? Да. Надя Юрьевич, доброе утро. Доброе. Все тихо? Как ночь? Дай сводки. Так. Дежурная часть отписалась. Без опортов собачники и никто не следит? Да у меня вообще никого. И в ВВС только один задержанный по убийству за следственным комитетом. А что по ножевому на пустыре? Арест будет? Следователь сказал, что пойдет сегодня за санкции в прокуратуру. Да посадит голубчика, никуда не денется. И пальчики его, и показания уже дает. Ну дай бог. Дай бог. Давай, удачи. Да, ночью крутился этот ненормальный. Какой ненормальный? Ну этот, который девочек пугает. Ну-ка давай поподробнее. Девочки с точки жалуются, что ходит псих с ножом, пугает их, работать мешает. А с каких-то пор стал у проституток заявление принимать? Да нет, не будут они заявление писать. Я так, послал патрульных посмотреть, что к чему. Да никого не поймали. Я даже не стал это в заявку вносить. Так, по рации крикнул. А это что, не первый раз уже? В том-то и дело. Ходит по району, псих с ножом, пугает всех. Слава богу, пока не убил никого. Ты это, ты оперативникам доложи. Слушаюсь. Коль, здорово. О, привет. Тебя вчера весь день шеф с фонарями искал. По спортсмену? Да нет, по убийствам девушек. Хочет гарантии, что ты в расследование не лезешь. Я уж не знаю, как тебя отмазать. Соврал, что ты работаешь по спортсмену. Это святая ложь. Спасибо. Слушай, еще какой-то парень из района искал. Лычев, по-моему. Есть такой. Очень тебя хотел, но зачем не сказал. Слушай, может я перед сколько успеем не усматриваться? Нет, брат, даже не думай, иди. Лычев твой все равно сказал, что будет сегодня на работе только вечером. Так что предстань, прицвет в очи начальстве. А потом делай все, что хочешь. Всем привет. 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 Кто мороженого хочет, я на всех купил. Жанночка, спасибо, дорогая. Так, 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 так. Спасибо, я возьму, я вот это возьму. Вот, 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 бери. Спасибо, красавица. А что это ты прям так светишься вся, улыбочка, мороженое принесла. Неужто и мента охмурила? Ничего себе, правда, это тебе же все вчерашнее. Ты одеться не успела. Ну, поздравляю. Ну, правда, он не вариант, так, ни рожи, ни кожи, но ради дела можно и потерпеть, да, Жаннуля? Какие же вы все дураки. Не обижайся, я свое мороженое, кстати, отработал. Ты, вроде бы, Губановым интересовалась? Да. Витамин. Подборочку тебе интересную сделал, глянь на досуге. Марси-боку, я прямо сейчас посмотрю. Ну и дурак. Она опять все сливки снимет. Опять сиживай свою задницу за зарплату. Тусечка, мороженое аккуратненько кушай, а то пальчик свой откусишь, отравишься и умрешь. Фига себе. Спасибо, Олеженька. Я старался. Кстати, учти, что Губанов нарцисс. В каком смысле? В смысле, обожает смотреть себя по телевизору. Интервью свои сам правит, никому не доверяет. И главное, чтобы фотография красивая была. Да, речи свои тоже сам пишет. Да ладно, у него что, своего спич-райтера нету? Представь себя, нету. Сам составляет. Выражения такие употребляет, что... Ну какие? Не, ну это надо слышать. Его телевизионщики обожают. Он как лятник, что так рейтинги шкалит. Олежечка, ты даже не представляешь, что ты мне дал. Да. Привет, можно я за твой компьютер сяду? Меня прям распирает. Так, ты письмо потрошителя помнишь? Так, я ненавижу их за то, что они могут заниматься тратным подзабором, как собаки. За то, что несут на себя печать дьявола. Я хочу, чтобы мир обо мне узнал, что-то так и никак. А теперь внимание. Откровение депутата Губанова по поводу медиаполитики и ведения цензуры. Пора уже поставить заслон к бесконечному потоку порнографии, которая льется с экрана. Вы посмотрите, нынешнее поколение готовы прям под забором друг другу отдаваться. Ну, как собаки, честное слово, нет. То, что нам сегодня предлагает массовая культура, отмечено печатью дьявола. Вы не боитесь выступать с такими резкими высказываниями? Ваши идеи насчет возвращения цензуры вряд ли поймут правозащитники. Вам нет чего бояться. Вот если бы я распространял порнографию, тогда бы сидел в подполье. А так, пускай весь мир узнает, мне стесняться нечего. Еще спасибо мне скажете. Ну, что впечатляет? Нормально. Слово в слово. Теперь даже у меня сам не этот он. Слушай, Коль. Извини, я не знала, что ты не один. Ну, что? Проходи. Таня, познакомьтесь, это Жанна. Жанна, это Таня, наш судмедэксперт. Очень приятно. Здрасте. Я не буду вам мешать, я только хотела сказать, что раскрыли это убийство. Ну, помнишь, мы с тобой на блондиночку ездили, на пустырь, но где тебя чуть не приземлили. Да, ну, конечно, Губна. И чего? Подожди, секунду. Взяли злодея, так что я поехала его смотреть. Подожди, и кто? Понятия не имею. Ну, хочешь, я вернусь и все тебе расскажу. Ну, если ты, конечно, еще будешь в главке. Буду. Приди, расскажи, ладно? Хорошо. Да, все как-то забываю спросить, Инга-то родила? Или ждете? Ждем. Ну, дай бог, чтобы все было хорошо. До свидания. Ну-ка, господин Профайлер, выйди на минутку. Да, сейчас. Есть идеи насчет убийства? Да слышал уже, приняли человека. Да, приняли. Ну, и че, кто он? А как, по-твоему? Ну, человек лет сорока, с высшим образованием, скорее всего, гуманитарное. Имеет представление о физиологии человека. С большими обийцами, нервный. Ну, это неправда ваша, Николай Тимофеевич. Пальцем в небо. Это наркоман, чуть ли не малолетка. Да-да. Вот тебе и психологический профиль. Сорок лет, высшее образование. Как приняли? Взяли на грабеже. Оказались пальцы на сумке убитый. Капелло выдум. Ну, пальчики на сумочке не могли оказаться и после убийства. Ну, ладно, ладно, Коля. Он же в признании. Андрей Андреевич, ну что, я не знаю, как в районном отделении признание выбивает. Ладно, зачем же так? Сразу плохо о своих товарищах думать. Да его никто пальцем не тронул. Так что не боись. Сидит, как огурчик дает показания. Можешь сам поехать и посмотреть на него своими глазами. Это же дело Афанасьеву. Афанасьев теперь к тебе не в претензии. Как и ребята тоже районные. Поняли, что были неправы. А что поезжай с бутылочкой, помиришься. Да они ко мне даже с бутылочкой. Ну что, молодцы, молодцы. Нас не забудьте, когда сводочку писать будете. Леонид Владимирович, раскрытие, это наше, чистое. Как чистое. А личность потерпевшей, кто вам установил? Наш отдел. Нет, ну то, что сами взяли злодея, это хорошо. Но мы тоже поработали. Обыск у парня сделали. А как же. Телефон только ушел. Ну и деньги. Ну, ребята, нет слов. А орудия? Пока нет. Сейчас Магит приедет. Вытряхнем одежонку. Может быть, кровушку найдем. Если он нож с места происшествия унес, значит, в карман сунул. Тоже верно. Ну а что насчет уличной? Закрепление показаний на месте. Клиент готов? Как пионер. Тоже хотите поучаствовать? Да начальство требует. У нас ведь еще пара-тройка таких убоев висит. А как у него насчет притяжения к другим районам? Да не вопрос. Надо просто с ним работать. Мы же только начали. Лень, насчет уличной. Если от вас кто-то будет, нам с конвоем проще. Да будет, будет. Слушайте, а что, если я вам на уличную Колю Троицкого отправлю? Ну, это его тема. Он и с остальными убоями работает. Не вижу препятствий. Вам допуск к злодею нужен? Я лично с ним сегодня уже закончил, а вы, ради бога. Приятно работать с таким следствием. Допуск, допуск, он всегда нужен. На Колю Троицкого тоже допуск оформите. Ну как, нет противопоказаний? Да ради бога. Ну, вон, сводку сейчас отправим и праздновать пойдем. А вы работаете. Ну, лады. Нормально? Нашли дурачка, который взял на себя мокруху. Пойду туда съезжу. Тебя не пустят, давай я поеду. А, тебя пустят. Прости, совсем забыл, что у тебя теплые, чисто профессиональные связи с правоохранительными органами. В лице следователя Афанасьева. Да, и заметь, исключительно профессиональные, не более того. Я, в отличие от некоторых, человек свободные. Свободные? Очень приятно слышать. И от меня свободные. А то, что было, мне что-то показалось? Что все? Ну так все. Ну все. Ты про вчерашнее? Интрижка примерного семьянина, будущего отца? Развлекался немного журналистикой, будешь что рассказать товарищу? То я не подумал, что я женат? Наверное, у меня галлюцинации. Эта милая девушка только что совсем не тебя спрашивала, родила ли твоя жена. Инга, не моя жена. Нашел, чем гордиться девушка, от него ребенка ждет, а он не хочет терять свободу. Троицкий слушаю. Коля, ноги в руки и сюда в район. Я у Афони для тебя допуск выбил. Рви сюда, пока клиент в районном гадюшнике сидит. Лично убедись, можем ли эту наркоши доверять. Я понял, Леня, еду. Подпиши. Или проводи меня. А то из вашего дурацкого главка нормальных людей не упускают. Не трогай меня! Хорошо. Давай только вместе выйдем, ладно? Спасибо. Сама дойду. Ты действительно думаешь, что Инга моя жена? Мы развелись с ней год назад, она ушла к моему другу. Ага, и в благодарность за это ты возишь ее в роддом, она тебя кормит пирогами, я что, совсем дура? Да, кормит пирогами. Вот такой она хороший человек. Я первый раз слышу, чтобы мужчина так говорил о своей бывшей. Значит, ты козел? Почему? Нет, я тоже ничего. Она разлюбила меня, так в жизни бывает. А друг? Или что вообще за друг? Я надеюсь, ты его с лестницы спустил? Только не говори, что ты продолжаешь с ним дружить. Да, я с ним до сих пор дружу. Но спустил бы я его с лестницы, и что? Ну что, что? Что изменилось бы? А так что? У тебя была жена и был друг, а теперь... Подруга! И ни одной жены! И ни одной жены! Ты врешь. Хорошо. Хочешь, я поеду, познакомлю тебя с Ингой, и она тебе все расскажет? Хочу. Поехали. Ладно, я пошути. Ладно, я тоже. Поехали, нужно с задержанным пообщаться. Ух ты. Сотрудниками уголовного розыска был задержан опасный преступник, убийца молодой девушки. Об этом происшествии ранее рассказывалось в нашей программе. И вот результат напряженной работы оперативников. Помимо жестокого убийства молодой девушки, этот человек подозревается в серии подобных убийств. Третий, проходите. Занят Рюмин, адвокат у него? Да, сегодня на него большой спрос. Утром следак, потом бера его мочили, потом телевизор снимали. А кто у него адвокат? На допросе наша местная была адвокатша. Лена Лукуфева. А потом другой какой-то пришел по соглашению. Нормально кладу не платит. Да я сам удивился. Лукуфева по назначению была, а этот явно больших денег стоит. Хочешь, покури пока в передовочек? Нет, не курю. Ну, смотри. Давайте спросим нашего гостя. Депутата законодательного собрания Анатолия Губанова. Анатолий Васильевич, скажите, пожалуйста, вы у нас известный борец за нравственность, так сказать. Что все-таки делать? Вводить комендантский час, запрещать телевидение или преподавать закон божий? Ну, я бы убивал тех, кто сеет разврат и порнографию. Ну, убивать это уж чересчур. Зато эффективно. Речь идет о спасении поколения. Так что цель оправдывает средства. Проституция – это язва на деле общества. Конечно же, это иносказание. Но и в буквальном смысле... Убийца. Ненавижу. Нам только разреши, мы сразу пустимся во все тяжкие мертвы, ведь не знаем. Только жесткая рука нас спасет. Вот такая! А конкретнее? А конкретнее – цензура. Запретить желтые газеты, эротику, голое тело на экране, вплоть до смертной казни. Правоохранительные органы, прежде всего, они должны поселить смерть... Наталья, Дубровник не звонил? Нет. Черт, куда же он делся? Телефон выключен. А он мне нужен позарез. Ты чего меня не смотришь? О, по-моему, неплохо получилось. Я уже посмотрел этим глазком. Ненавижу. Опять? Пусти, мне больно. Я же тебя просил, заткнись, убийца. Я все похудел. Что ты помнишь? Это ты ее убил. Ты убил девочку. Я этого никогда не забуду. Заткнешься ты, когда-нибудь и мне. Дорогие люди, еще и все. КРИКИ СТУК Получите и распишитесь. Давай, Молокольнич, шевели копытами. Запарился тебя сегодня выводить. Здрасте. Вы кто? Майор Троинский, ГУДД. Для тебя как за вами? Джек. Ну, Женя, Джек. Зовут меня так, я привык уже. Ты себе нормальность вызываешь? Бывало и получше. Че, принесли что-нибудь? Нет. А че, местные приносили? Дождешься от вас, от местных товарищей. А че решил признаться? Так, чистосердечное признание смягчает наказание. Но увеличивает срок. А я больной, мне много не дадут. А болен чем? У меня это зависимость и питание пониженное. Значит, убил девочку. Угу. Зачем? Из корыстных побуждений. Жень. Может, ты расскажешь, что ты делал в ту ночь? Какой ночь? Когда девочку убили. Так я ей все рассказывал. И как убивал, рассказал? Я следаку все рассказал, не записал, я расписался. А зачем тебе это надо? А... И что пообещали? Знаете, че дяденьки? Добрый вечер. Вы еще не закончили? Прошу прощения, но может быть, вы все-таки прерветесь на три минуты? Я с него забыл одежду снять на экспертизу. Николай Тимофеевич? Добрый вечер. Добрый. Ждете, когда особоится кабинет? Нет. Жду, когда меня отсюда выпустят. С клиентом я уже пообщался. Простите, нескромность. А кто ваш из этих деятелей? Хотите узнать, кто мой клиент? Я думал, вы быстрее соображались. Ну что, пойдемте, выведу вас. Так вы, адвокат Рюмана. Но с утра же у него был другой защитник. Я вас умоляю. Смотрел по телевидению сюжет, не смог остаться равнодушным. Предложил свои услуги. И что, прям вот так вот не зашли до нищей малолетки? Я адвокат. Моё дело защищать. Деньги, вопрос второстепенный. Вас подвезти? Ничего не закончил. Бросьте. Вы однему ничего интересного не добьетесь. И что, меня кресты в этом повезут? Ну, извини, чем богато? Фу. Ты их стирал когда-нибудь? Да здесь кровушка. Интересно. Айди, Тилла. Так же resistен. П expectations. Этилла. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так же. Вон туда, крайняя парадная. Дома есть кто? Нет, если только подружки не спят. Но они нам не помешают. Здесь родилась? Здесь, в Питере. Папа из Нигерии, а мама русская. Вот такая вот я уродилась. Мужчинам нравится. Тебе нравится твоя работа? А что, работа как работа. Мне такие, как вы нравятся. Солидные. Мне нравится моя работа. А какая у вас работа? Убивайся. Какая у тебя? Мердит. Чай будете? Убивайся. Что если мы тебя здесь еще раз увидим, то тебе будет очень и очень плохо. Ну и дали по печени для профилактики правонарушения. И больше его не видели. Так можно бы общаться с этими, кто задерживал? Да вот я уже их всех опросил. Говорят, мужик был какой-то среднестатистический. Среднего роста, возраста уже средней, упитанности средней. В общем, рожи они его не запомнили. В общем, не опознали. Не, ну если только чудо случится. Ну давай я с ними поговорю. Да вообще-то один из нарядов сегодня работает. Если хотите, можем дежурку спуститься по рации и крикнуть. Конечно, хочу. Возбуждение, естественно, отказали. Ну, естественно, да. У меня там не грохнет таком, прикидите. Не волнуйся, не грохнет. А на место, когда поедем, я адвоката увижу своего. Ну как же без адвоката, будет, конечно. А что, на улице не терпится? Ага. Это, ну мамка моя, скажите, что меня приняли. Только аккуратно, у него сердце больно. Подожди, а что, мать? Еще не знаете? Откуда? Интересно. А адвоката этого из золотой десятки тебе кто надел? Ну и откуда знаю. Странно вообще. Столько времени прошло. А он одежду не успел сменить. И адвокат ему ничего не подсказал. А, это ж Торчок. Мозги обкурены. Счастливо. Помогите мне, помогите, пожалуйста. Не иди отсюда. Помогите, он меня порезал. Помогите, помогите. Помогите. А что случилось? Помогите, на меня мужик говорит и на палубе не ходит. ГУВД майор Троисти, старший уполномоченный из главки. Аня, что, опять вырошит, а? А ну, вставай, давай, уматывай отсюда. Уважаемый, вы точно нас в скорую помощь вызовете? А вы что, ее опеку, что ли? Нет, вы, наверное, не расслышали. Старший уполномоченный Троисти, губы-то из главки. У меня такое ощущение, что она ранена, но ее порезали. На нее каждый день нападают. Ага. Аня, ты что, с клиентом опять с ценением сошлась? Врача вызовите. А вы мне не указывайте. Надо же из главка. Мы этих не крышуем. Ну, Лень, ну давай, заканчивай. Вызови ты скорую-то. Слушай, тебе надо, ты вызывай. Только помещение освободите, мешайте дежурной части. Уважаемый, она сейчас крякнется у тебя в дежурке. Я первое там показание в прокуратуре. Насчет чего это? Насчет отказа вызовай скорую. Алло. Милиция. Вызов примите. У нас здесь на живое. Нет, сама пришла. Или сорок минут будут, не раньше. Барин, здесь? Да. Уголовный розыск. У нас на живое. Сейчас позову. Да, барин, она срочно в приемный покой. У нас на живое. Скажи, ты понял, где двор зашел? Да, двор этот знаю. Она что-то про парня с собакой говорила. Вот его как искать? Да, это прекрасная девушка. Да, дежурный наш козел, конечно. Ну, это Анет действительно достала. У нее приятель ревнивый, Рашид такой. Так она от него к нам бегает спасаться. Ну, мы только заявку на учет поставим, материал отработаем. Она через два дня в отказ. Ну, да. А тут недавно он ее ножичком пощекотал. Ничего особенного. Она через неделю уже на работу вышла. Ну, а прокуратура нам тяжкий бред возбудила. Ранение-то проникающее. Ну, она успела за это время с Рашидом с вами помириться. Ну, чего? Что, в итоге глухарь с тяжким? Ну, да. Скажи-то, что там? Ну, что, в двух словах. Ранение шеи не глубокое, золотая им жизнь будет. Скажи, когда подъехать нужно? Допросить? Ну, да. Ну, не раньше, чем завтра вечером. Если все без осложнений пройдет, ты бы то. Ну, слушай, пожалуйста, позвони в местное отделение. Скажи, что вот такой факт присутствует. Пускай они там у вас дела возбудут. Само собой, само собой. Кстати, орудие с небольшим, но острым лезвием. Перочинный ножик или скальпинг. Прямо такое. Ну, все, пока. Скажи, у тебя фонарик есть? Да. Поехали. О, Жанна! Ланечка, привет. Проходи, садись. Ой, Жанна! Вы ведь с нами. Не будешь голодная. Давай-ка, давай-ка с нами поешь. Тортика, убирай бутерброд свой. Эй, эй. Так, правильно, сладенького тортика. Давай, Жанночка, поправляйся. Тебе чего налить, Жанночка? А что есть? А что ты хочешь? Душа моя? Коньяк. Что празднует? А, да вот, Валерик провинул какое-то дельце и не говорит, в чем прикол. Меньше знаешь, крепче спишь. Не, ну правда, правда. Ну, и сейчас бросите? Ну, а все-таки. Знаешь, что пьян? Мне сегодня чертовски повезло. Ну, дьявольская удача, дьявольская. За дьявольскую удачу? Ну? Да! Да! Фу! О! Ну, вот где-то здесь у них квартира съемная, куда они клиентов ходят. Непонятно, что, сам бывал? Эй, парни, вы из милиции? На что, похоже? Да, есть маленько. Да, майор Туриский. Понятно. Тут какой-то урод за девчонкой с ножом гонялся. За Анькой, проституткой с третьего этажа. Мулаточка такая. Так. А вы что видели? Моя Герда его за руку схватила, когда он ножом размахивал. Гердочке досталось, бедный. Так вы его упустили? Да скользкий, вертлявый оказался гад. Вырвался и убежал. Герда б схватила его, да в машину прыгнул. А что за машина? Темно было, не разглядел ни номера, ни марки. А его, случайно, не запомнили? Да мужик, как мужик. С меня ростом. Может, чуть пониже. Плащит длинно. А если мы вам его покажем, узнаете? Да вряд ли. Я его со спины-то только и видел, а когда схватились, уже не до того было. Лица не разглядывал. Нам что, есть кого показывать? А собака ваша его сможет узнать? Да она вообще-то умная у меня, воспитанная, но не служебная. Выборку вряд ли сделает. Какую выборку? Выборку, это когда людей ставят в линию. Собака, если кого знает, она покажет. Скажите, ну может, она как-нибудь отреагирует, если злодея покажем? Смотря когда покажете. Через год так вряд ли. Герда, Гердочка, что там такое, родная? Ладно, спасибо. О, мужики, тут вроде мужика. Тихо, тихо, руками. Да. Герда, нельзя. Опаньки. Молодец. Нормально, что же я уродку дайти? Молодец. Так, мы следователя сейчас вызвать не будем. Так, а... Упаковать-то во что? Это подойдет? За Гердой убираю. Прекрасно, спасибо. Ну, все-таки, Валера, в чем тебе так подфартило? Ну, один большой человек меня очень, очень попросил кое о чем. Тогда... Я согласился. Так. И получил аванс приличный. Ну, не очень прояснил. Ну, ладно. Давай за тебя выйдем. А я тебе больше скажу. Может быть, и ты поучаствуешь. А я таким образом? А вот таким. Можно очень. Очень. Хорошо заработать. О-оу. А что надо делать? Потом. А, да, чего-то вы подсекретничаете, а? С Валерочкой. Что у вас за дела? Туся. А? Выпьешь? Да. Все. Канье. К шампанской. Шампанское. Ну, так. Олежек. Да. Слушай, нет, мне, наверное, хватит. Дьявольскую удачу. Сдушили. Что ты? Что ты? Ну. За дьявольскую удачу! Дьявольскую удачу! Ну, на худой конец заявления от потерпевшей надо. Да, но за счет, что вы собачный дал показания, как мы с тобой нашли. А то признают недопустимым. Потеряем, какой ли ты решил. Ну, интересный инструмент. Похож на скальпель хирургический, да? Такой из какой-то старый антиквариат, что ли? Нацарапано что-то. Да, вижу. Что хрен, значит, не латинский. Это иероглифы, что ли. Ну, короче, надо сфотографировать и величие, поймем, что там как. Да нет, криминалистам надо отдать. Хотя, пока дело возбудят, пока постановление выпишут, никто работать не будет. Ну, нормальная контора, да, пока это не сделает, вот это не начнут. А вот это не начнут, пока это не сделает, а? Контора, работнички, а? Ладно, сам сделай, не впервые. Слушайте, а может нашему безрукову позвонить? Он нормальный мужик, может приедет, дело возбудит. Он такой, что всех достанет в дежурке. Да, вот он. 754-44-32. Безруков, слушаю. Да, помню, помню. А, ага. Так. Ага. Ну, суть я понял, но я уже к дому подхожу. Я понимаю так, что горячки-то никакой нет. Ну, а что, девушка в больнице, все равно до завтра с ней говорить нельзя. Ножечка у вас, а кровь во дворе никуда не денется. Так что, может быть, до завтра? Ну вот, хорошо. Да, до завтра, счастливо. Не приедет. Придется ждать. Правильно. Самое главное, чтобы злодея нас тоже подождала, пока мы подготовимся. Пока дежурное заявление подпишет. Пока следователь свою заднюю этот стул оторвет. Думаете, сегодня опять на охоту будет? Да, кто его знает. Сегодня, завтра он уже разрядку не получил. Интересно, какой у него мотив. Вообразил себя санитаром общества. Очищает землю от скверны. Девушки-то, они одним миром мазаны. Да я читал акты вскрытия трупов. Это не сексуальный психопат. Почему? Он ведь их раздевает, ну или одежду им заворачивает. Ну что, зато в половой контакт он с ними не входил. Ну, Чикатило тоже не насиловал своих жертв. Но сексуальную разрядку Чикатило получал. И там материала для экспертов было более, чем достаточно. А в нашем случае на биологии ничего. Так может быть он просто женщин ненавидит? Ну или другой ориентации? Может быть. За мной! Ко мне! Олег, так вы стуси поезжайте, а Жанночку я довезу. Ну, Жанночка опять. Шире всех, без очереди. Валера, я вообще думала, ты нашим полом не интересуешься. Я смотрю на вещи шире. Спокойно, на чистой голове отношений. Ай, не отстань! Давай ключи, водитель, пока! Браты не ревнуй. Машину ловить. О, пока! Пока! Пока уже! Слушай, Жанночка, а может займем камена по-русному? Да. Не, Валера, я устала. Хочу домой. Жаль. Ладно, а тогда по дороге. Слушай, душа моя, у меня у тебя есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Деньги нужны? Говоришь, как змеи-искуситель. А что потребуешь взамен? Мою бессмертную душу? Господи, зачем тебе бессмертную душу? А деньги гораздо полезнее. Короче, Жанночка, есть заказ. От серьезных людей на серьезную сумму. Глянцевый календарь. Обнаженные тела. Ограниченный тираж. Супер качество, а? Интересно, а что от меня требуется? Крупиарик? Ох, господи, какая ты глупая. Ты пойдешь на обложку. Ну, модель я сам набираю, у меня карт-бланш. Да что ты? А тебя я давно хотел поснимать. Обнаженный. А? О, Валер, даже не знаю, что тебе ответить, чтобы не обидеть. Ну, 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 ты не плюйся, подумай. И рожи такие не корчи. Или ты что, хахаль своего боишься? Перка этого. Кстати, слушай, это я тебя с ней увидел на вручение премии. Это в тот прекрасный вечер, когда я тебя видела с французом? Кстати, этот заказ от него. А ты же знаешь, он человек серьезный. Субтитры создавал DimaTorzok